Добрый день! Сегодня речь пойдёт о миндале. Миндаль, которую мы используем для наших печёных. Особенно для шокер-бура, пахлава, бадамбура. Нам нужно его очищать. Как же очистить, вот так отбелить его, чтобы было легко и просто? Ну что ж, покупаем миндаль. Не имеет значения, крупный он или мелкий. Главное, чтобы он был не колотый, то есть не раздроблённый. И берём посуду. У меня здесь полкило миндаля. Я его высыпаю в миску и добавляю сюда воду. Какая же вода очень быстро снимет шкуру? Конечно же горячая. Я вскипятила чайник и заливаю наш миндаль горячей водой. Вода должна покрывать миндаль полностью. И оставляем его. Один раз можно через 10 минут вылить воду и долить вторую. И это делается для того, чтобы миндаль не пожелтел. Ну, если вам не охота, можете этого не делать. Теперь всё хорошенечко смешали. Вот смотрите, то, что было внизу, оно уже как бы набухло. Хотя прошло всего-то пару минут. Но вода стала тёмной. И чем дальше она будет темнеть. Через 20 минут мы можем приступать к очищению нашего миндаля. Берём миндаль, надавливаем на него и шкурка остаётся у вас. А миндаль вылетает, как пуля из этой оболочки. Так что давайте вперёд. И где-то за какие-то минут 10 вы очистите полкило миндаля. Ну, на этом не заканчивается, как говорится, процедура. Дальше надо её обязательно промыть. Вернее, пока мы чистим, можно бросать его в воду холодную. Но ни в коем случае, когда вы залили миндаль горячей водой, потом его не достаёте оттуда, не опускаете в холодную воду. Нет. В холодную воду кладём уже очищенный миндаль. И делайте это для того, чтобы оставшаяся на нём вот эта жёлтая водичка сполоснулась. Вот и всё. А когда вы очищаете, холодная вода совершенно не нужна. Вы даже можете достать, вылить эту воду, прямо вот так очищать. Но в воде она очищается ещё быстрее. И не высыхает, если вы, конечно, будете чистить много миндаля. А полкило это не имеет значения. Можете вылить воду или же оставить её. Как видите, процесс идёт не так уж и медленно. Это просто я так показываю вам. Теперь я беру подносик, застилаю его полотенцем в несколько слоёв или салфеточкой. И буду выкладывать туда уже очищенные миндаль. Для чего это делается? Нам надо удалить лишнюю воду и лишнюю влагу. Так что, сейчас я всё очистила. И всё, как видите, это всё в воде. Я достаю и выкладываю на полотенце. Если у вас есть время, вы можете оставить его на ночь. Оно подсохнет чуть-чуть. Если нет времени, берёте ещё одно полотенце, накрываете сверху. И как бы протираете его полностью, удаляя лишнюю влагу. Очень хорошо делать из такого уже невысушенного миндаля, миндальное молоко. Оно быстрее у вас пробьётся в блендере. Ну вот. А вот шкурочка. Естественно, мы её выкидываем. И теперь обязательно просушиваем его. Вот в таком виде нельзя класть в целлофан, нельзя класть в холодильник. Дело в том, что оно запреет, оно испортится. Оно станет мягким. Чтоб так не было, берём противень. И надо будет его прогреть в духовке. Не жарим на сковородке. Нет. Только, лишь сушим. Высыпаем на противень. Тонким слоем распределяем. И в духовку. Минут на 10-15. Не забываем хотя бы один раз его помешать. После этого достаём. Как видите, наши орешки миндальные не прожарились. Совершенно. Какого цвета были, такого и остались. Только подсохли. Ну, а проверить это вы сможете сами. Возьмите один. И горячий, да. Надо взять один и попробовать. И дать остыть полностью прямо на противень. Всё. Мы очистили наши орешки. Они прекрасные. Они готовы к употреблению. Можете начинать печь. Можете оставить их на долгий срок. С ними ничего не случится. Высыпаете в баночку, после того, как оно полностью остынет. Закройте крышкой и можете держать в шкафу. Но если на долгое время, то в холодильнике. Чтобы оно не стало дальше горьким. По-моему, это не трудно. Мы со своей задачей справились. Если вам понравилось, делитесь с друзьями. Пусть они тоже готовят. Таким образом. И в любое время, когда вам нужно печь, достали горсточку. Что-то сделали. Остальное оставили опять же в баночке. А пока прощаюсь с вами. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и удачи. Встретимся. А пока, пока-пока. Пока.